Субтитры делал DimaTorzok 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 она да да то бы естественно он просто будет речи и растальна а как не кажется просто убираешь воде лучше тебя уходит по направлению вот вот в этом ты проблема что не убираешь тангаж да как насколько его сбавить убирай тангаж и делай элеронную бочку полубочку ну ангар собираешь полностью что-ли вот вот что ты сейчас сделал ты дал газ не надо убирать блин я путаю в термины тангах это на себя ручку рус да 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 я понял блин да где тут нет дед ты я не вижу как она хоть называется чудо есть под надувом есть что тут какая-то лог т.р. ну я о том речь то еще и куда я закрутить девочки пау по часовой ты закручиваешь против часовой это фиксация ёкарный бам байп она придумывается как херни я на 150 выхожу делаю поворот скорость еще теряется и когда я переваливаюсь и по ручку делаю на себя скорость вообще падать критические верта они будут наверно надо научиться переворачивать смотрят на этой скорости старайся во время элеронной бочки держать его ровнее и перевернуть его точно вертормашками а дальше он тебя сам надо свалится это чуть-чуть ему помоги и все тогда это будет тебя ла редкости не будет или она не нужна нужна точность а не резко ага понял вот ты например сейчас заходил под углом 45 градусов классе вышел на 90 соответственно ты во время этого маневра изменил курс на 45 градусов стоять какое-то отклонение то есть тебе нужно еще каким-то образом умудриться замерить насколько ты изменишь курс вот сейчас тебя нормально получилось не ориентир привязаться надо к чему-то да да рулежки все визуально делается то есть да ты должен знать куда смотреть в этот момент молодец ловишь его сейчас изменил курс на 45 но ты просто по рулежке начали ориентироваться я так понял вот я потом я рассчитывал что поймаю ее в зеркало а я еще не понимаю где когда увидеть какой момент бы по шарику ногах я по шарику вроде стою а почему вдоль полосы не получается ветер сносит ну ветер здесь есть конечно небольшой но я думаю ты знаешь из-за чего из-за того что как бы ты когда начинаешь начинаешь эту самую ну то есть короче небольшой крен есть какой-то в какую-то сторону во время начало этого самого петли ну-ка зацени у него не то делаю то пошел сейчас 2 заст на второй заход ушел не лучше я не буду делать то еще разобьюсь еще взлетку запортачиваем это дельная мысль стоит попробуй лучше метрах на 50 сделать бочку сразу говорю что лучше всего бочку делать на 250 милях в час это очень сложно на самом деле ну то есть ты конечно же какую какую-то бочку сделаешь но ровную бочку сделать тяжелого пипец скорость большая ладно ну и на большой можно сделать просто медленно не получится придется лучше работать маленькая высота очень на полосы кто-нибудь вы проходите а видишь найдет ну вот смотри лишь получилось очень неплохо на тебя влево смысла но блин хорошо получилось и тангаж на себя дал и все отлично а дальше попробую а скорость большая нормально нормально ты главный тангажик поначально себя дай чуть-чуть градусу 10 я смотрю вы все делаете да у вас неплохо получается но вы все делаете как вы левые тогда вы там и тангажом и тангажом крутите и направлением педали да 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 а чё не надо направление не ну можно и так давай без направления ты медленно у их сейчас просто идеально без педали без педали я сейчас попробовал да одними элеронами да да я не посмотрел но потом кинешься там фигня в том что нужно просто тангаж определенный ну знать когда сколько дать ручку от себя там на себя вот и это самое в начале немножко поднять нос на градусов на десять и тогда она есть может побольше тогда все получается отлично а более ровненько серёг ты заходишь на полосу да ухожу у меня прохожу очень неплохо получилось тоже все время теперь я альку загнул не у вас отлично получается при том обоих и на петлю ну кого права шарик в центре на не сносит вот сразу вижу что сносит а ты крен у тебя крен сейчас данный момент он у тебя даже в верхней точке остался крем вот я хочу сделать смотри ай поздно вывел блин да нормально я помню короче штопорную бочку да я поздно вывел я хочу вывести чтобы прям ровно дальше полететь вообще реальный самолет если давать такую же фигню только отрицательно но он также крутится если давать от себя еще и педальку вот но при этом считается что у него разрушаться должно это самое конструкция да стабилизаторы да но в dcs они не разрушаются ну это такие блин уже мелкие особенности давай еще раз попробуем по сетевой игре так кажется резко как-то даже немного неестественно аккуратно аккуратнее аккуратнее ты лучше сначала на высоте поделать да и как бы такая штука лучше кадушку поделать кто кадушку сумеет сделать только не у полосы а то разобьетесь точно там уже в общем понимании размазанная бочка педальки там наоборот в сторону вращения и это чтобы завинчиваться в эту кадушку в спиральку и это самое тангаж там нужен тангаж да 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 вот то на чем я вот блин не успеваю если ты делаешь кадушку влево левую кадушку против часовой то ты хочешь сказать что и левую педаль нажимать да и вот то что я делал когда их зап пропустил он там за мной пристроился мол строю а видел да это x я кадушку делал нет да вот так вот такую ну когда ты когда ты за мной пристроился а я на посадку зашел тормозился кадушкой и ты пролетел это один маневр как оттопыриться как пропустить противника да 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 на фоках так делать лавок допускать да влюбленная вещь а придумал это как один из вариантов вывезти фокис а придумал этот маневр на адв майбах ну то есть придумал именно его на фоке использовать а а а у меня подлоги ска получилось да только пока ты низко пролетал сергей чуть там он лаги повторяем уже будет города что нибудь это поменьше сделать среднюю реальность среднюю средние сцены точно это повышен в пояс точно да но сейчас убилишься крыло снова я крыло хочу у тебя метр было от земли метр было крыло а чё нормально чё метр метр да 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 хорошо это андрей хочу спросить переключение режимов а пм сбрасывать на сколько максимальная новая бочка достаточно а это для чего для чего ну вот например я летаю сейчас 2700 да и у меня 40 40 46 да чтобы перейти чтобы перейти на посадочный то есть обороты 3000 и 30 нет 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 то есть посадочный режим да 2700 да понятно можешь давать какой угодно надув но не больше 46 а смена режима происходит как надув все равно сначала убираешь надув потом делаешь шаг обороты если ты прибавляешь в режиме сначала прибавляешь обороты потом эээ потом надувь а если ты о ой вот видишь я как я резко дал и вот крыло отлетело так же на хорошо только одно ха-ха-ха-ха сейчас попробуй сесть давай скорость на посадке меньше 150 не держи попробуй на две точки коснуться зайди вообще издалека чтобы ага заранее скорость там на колеса да все короче сергей когда ты ау и когда ты значит ставишь надув ставишь режим ааа меньше то сначала убираешь надув потом обороты эээ ну да короче нельзя допускать мать нельзя допускать когда нельзя допускать того чтобы ты давал надув при малых оборотах вот и все то есть изменяя как угодно ага а я просто хотел уточнить до какой степени сбрасывать надув то есть ниже 250 сбросил 25 да и этого достаточно чтобы поменять шаг чтобы поменять обороты или нужно до нуля скидывать так ну чтобы поменять режим все равно первые ты скидываешь пм правильно убираешь пм а потом выставляешь обороты ты ты должен исключить моменты чтобы у тебя пм обороты чтобы у тебя давление было да больше чем положенные обороты для этого давление то есть например если 2700 обороты то ты не должен давать больше 46 меняй как угодно но не больше 46 на 2 да понял так если обороты 2400 то меняй как угодно но обороты надув не должен быть выше 35 выше зеленой зоны чувствую мне надо смотаться с полосы ха 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 ну ладно я короче смотри x тогда садишь на две точки надув держит 25 примерно до самого касания попробую как можно мягче прям притереть по полной как только коснешься или даже за 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 мгновение до касания отпускаешь ручку чтобы он тебя прилип к земле он немножечко есть если подскочит то ручку чуть-чуть на себя чуть-чуть чуть-чуть на себя чуть-чуть так чуть-чуть на себя отпускаешь поперед касанием отпускаешь эх не ушел блин влево педаль не молодец молодец не разрушил нет нет на винт загнула сейчас супер да винт хер с ним прикольно шикарно смотри пламя впереди тебя видит прикол можно значит посадить да 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 видишь и походу третий человек кто до цс посадил самолет без крыла все погасло дело в том что с при нашей центровке 68 ну то есть два полных бака нет вооружения нам хорошо вот там такой такой тренирование в нуле это очень очень хорошо самолет даже можно немножечко на себя за тренировать чуть-чуть вот то есть в этом плане никаких проблем нету подожди а файтерстик у тебя у тебя файтерстик у тебя знаешь там эти есть такие механические триммеры а их говорят вообще нельзя пробовать они у меня по центру я посмотрел лично паскалиброванными все по нуля и нет хорошо сейчас пора он сейчас появится а я понял сейчас сейчас появится на полосе вот и нажмешь control enter enter что то я не вижу а нашел все 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 кстати вывод блин надо было как это настроить и не почему то не видно правый control правый control на п да правда что то щелкало в кабине но не выводилось нет не п п это ты щелкаешь господи что там по щелкается забыл ну ладно а ну п это подогрев этот самый подогрев в пвд и тот хит так а труп капито что ли да труп этого самого капито так а это а как как тогда фпс значит фпс правый control пауза паузбрейк оба но вам спасибо привет а теперь смотри подвесил при входе подвесил что то при входе нет все все спокойно подвесил кого то а какие тпс минимальные для игры нормально будут не поддали 25 40 в самый раз понятно если больше то вообще шикарно но у меня вот смотри у меня сейчас из кабины когда я смотрю на тебя при стандартном угле обзора у классно да очень вот Вот тыкс тут наматывает. О, о, о. Видал? Да, я видел. Вот сейчас вроде вышел хорошо, да? Более-менее ровненько. Вот я угол обзора не меняю, у меня 28, когда я смотрю на тебя. Когда я смотрю в сторону, куда ты на меня смотришь, у меня 25-27. Я не понял, почему у меня скин детственно чистый? Кто детственно чистый? А, скин. Ну, такой скин. А почему у меня такой никакой у вас? Только ты сам выбираешь себе скин, вон, я там подписал в имени группы. Там на разные места встаешь, там скины разные, посмотри. Там, смотри, правый Ctrl-Enter, нажми, когда появишься. Сейчас, сейчас, секунду. Положение джойстика будет видно. А, ну да-да-да, я помню, помню, да. Все появилось в табличке, это. Ага. Не табличка, да. Какой у тебя FPS, Лёв? У меня FPS сейчас, где-то у меня стоишь-то. Справа. А, вот у меня справа. У меня FPS, когда на тебя смотрю, 56. Ни хрена себе. И ты еще жалуешься? Нет, я сейчас просто зашел и настройках поставил всю графику, все в среднее. Так у меня тоже в среднем. Так у меня... Просто слишком много ест. Мысли забрались. FPS 30, это уже хорошо. Да, 30 это шикарный FPS, это полтос. Просто вообще-то, я не знаю, у тебя не рябит в глазах такого FPS. Ну, X, где сколько? Ну, я ФРАПС включил, у меня 30, когда просто летают 60. Вот. Ну, у меня там видюха, там. Будете комп выбрасывать, скажите, где живете, я буду окна оставить батутом. А у тебя какая видео-то? У меня 570-ая. И 6-ядерный этот самый AMD-шник. И еще 8 гигов памяти. Я 570-ая. Я 570-ая. Ядерный. Да. Андрюш, ты видел? Видел, молодец. Тройная бочка вдоль полосы, блядь, не съехал никуда. Да, не съехал супер. И еще высоту даже там практически нет. Ну, бочка, да. На какой, кстати, скорости ты делаешь? Я смотрю, 400 примерно у тебя скорость или более? Да, миль в час ты имеешь в виду? Ну, сейчас ты будешь делать за миль? Нет, 280 я сейчас вроде делал. А, понял, понял. 280 где-то сейчас делал. О'кей. Эй, воу. Между этим полетарька. Хулиган. Хулиган. Да, перезарядки не будет. И они еще унесли с собой эти, как они, господи. Так, все, унесли пулевую кухню даже укатили. Так, сначала же включаем аккумулятор, да, бат, а потом генератор. Нет, генератор можно в любом момент включать. Он не работает, пока не запустишь двигатель. Можешь, конечно, и включить его после запуска двигателя. Нет, сначала же питание, батарея питания же, а потом генератор же. Иначе не надо... Я включаю батарею и аккумулятор и генератор в один момент. Смотри, маклауд, что он делал. Это просто... А с бомбами так смогешь? Нет. Да он тут сделал один раз, у него крыло отлетело. Да. Он еще сел, прикинь, после этого. А кто-нибудь пробовал делать пьяного пилота? Йоу! Извини, что я что-то не то сказал, наверное. Я не понял, что за хрень. Да. Ну вы, ребята, даете. Так это... Он сам взрывается, самолет иногда в ДЦС. Вот я, видишь, я сделал два вылета или три, я не помню. Два, по-моему. И он у меня взорвался. Кто-то сделал случайные отказы, я так понял. Я... Да, здесь случайные отказы включены, а что? Это что? Ну, это не из-за этого же. Ну, не знаю. Партизанщина она такая. Ха-ха-ха. Да дело в том, что это не первый раз. Один раз, знаешь, как было почему-то, вот наплыв был этих глюков. Зашли все вместе, стоим на полосе. А я говорю, окей, запускаемся. Вдруг раз кто-то взорвался. Потом раз кто-то развалился. Раз еще кто-то взорвался. Ну, в стоянке обычно происходит все это. Да, да, на стоянке стоишь, баш взорвался. Вот что за фигня, непонятно. Да. Это ДК ясные глюки, это все, все с ними ясно. А, попробуй, давайте посмотрим, как Икс делает петлю отрицательную. Ммм, отрицательную? Да, 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 да. Давайте посмотрим. А с какой высоты начинает? Да, с какой хочешь. Тебе поставлена задача. Будьте бил. Ха-ха-ха. Ха-ха, да, буйтесь. Ладно. Сделай отрицательную петлю и после этого сядь целым. Сядь целым? А все кем? Да, да, да. А все, кто знают матчасть, сейчас хихикают. Злостно. Так. Зловещие. Адай, едь меня подальше от моего самолета, а то покорябаешь. Там с маленькой высоты не обязательно. Так, я учусь ты. Ну вы же на параде, типа. Ну да. Ну на параде, да. Ааа. Ааа. Ага. Ну что вы попой доверяли? Не выйдет, не идет, не идет, не идет, не идет. Давай, 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 давай. Сука, надо. Ладно, блядь, это, короче, полупетля была, блядь. Так, теперь попробую еще разок. Не, без них даже. Че говоришь, Серега, Маклауд? Да я думаю, блин, закрылки выпустить на 10, а он убедить нормально будет. Закрылки помогут? Че, розок? Нет, это что бы ты ни, нет, это просто так выходил низко, что Маклауд, если тебя испугался. Ааа, да. Сейчас, может, побольше разогнаться, может, скорость подумаешь, что была маленькая, нет? Да, 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 надо скорость побольше. Так, форсаж, короче. Никогда не любил этот P51, но вот смотришь так со стороны у него, блядь, красавец, сука. Эту видюшку крутую ты видел, которую выкладывал там, маляр? А, про обучение-то? Да. Не, другую. Про этот самый. Там, ну, реальная видюшка, там, это самое, как на мустангах. О, о. смотрите чего у него сдали битры на этом же месте да вот как он начинает выходить сразу глоб дело в том что он не выйдет наверно нормально нормально я лучше перевернусь и выйду да молодец как у тебя двигатель до сих пор живой я понять не могу я же мистер икс я там еще там потом сесть надо ну попробую еще разу отойду на минуту не страшно стало дело в том что на самом деле двигатель теряет смазку если перестает смазываться если на отрицательных перегрузках находиться выше больше десяти секунд десяти-пятнадцати не было плане молодцы да восьмерочка перевернули да да точно и блин кивая от себя приемом на два колеса да 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 давай вот этот принцип знаешь да там да ну ка я посмотрю сейчас нужно вместе надо поправить ой сильно поздно и пошла масловка не 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 стоит так, заходно, да давай давай, еще разок помягче старайся потереть оп о, о, о молодец только ручку на себя не тяни, пока он хвост сам не опустит, а то подлетит молодец да какой то молодец, покрышки износная все хахахаха да я прям даже мороженку захотел съесть вот так вот и полнеет наши пилоты за компьютерами